Друзья, сегодня я расскажу вам вот про эту старушку Макивару. И вообще речь пойдет о том, как может долго прослужить Макивара. При эксплуатации в самых разных условиях. Вот эта вот Макивара висела на улице, не снимаясь со столба на протяжении фиговой тучи лет, около шести лет. Возвращена вот этими ремнями. И только вчера буквально эти ремни порвались от дождя, солнца и так далее. И вот я решил Макивару снять и показать, что с ней произошло за это время. Но сначала давайте для того, чтобы сравнение нормально произвести, я принесу Макивару новую. Сейчас мы дойдем, посмотрим, как это выглядит. А я пока походу покажу. Вот здесь она висела, на этом столбе. Когда я езжу куда-то снимать за границу или куда-то там еще, я беру всегда с собой какую-то новую Макивару. И вы на съемках видите всегда Макивару новую, красивую. Хотя я никогда не выбираю. Я прихожу, как и сейчас. Захожу либо на склад, либо вот у меня в гараже. Сейчас есть несколько штук. Вот они лежат. Платформы, Макивары, Камертоны и так далее. И беру вот так вот, в принципе, любую Макивару. Вот так вот взял и все. Я даже не знаю, какая она. Итак, что это за Макивар? Это одна из самых первых Макивар МБШ, которая была выпущена вообще. Это самая первая серия. То есть, самая первая модель на этой Макиваре. Даже нет серийного номера вообще. То есть, эта Макивара чуть ли не прототип. Из самых-самых первых партий. Вот. И для того, чтобы протестировать, эта Макивара была повешена у меня во дворе. И висела она и днем, и ночью, и в дождь, и в слякоть, и зимой, и летом всегда. Не снимаясь вообще со столба, которую вы видели на протяжении 6 практически лет. Ничего на ней не заменялось. Ни одна деталь, ни резина, ни баек, ни отбойник, ничего. И из-за этого, из-за того, что она вот таким вот образом эксплуатировалась, нещадно тренировался на ней вообще постоянно. Что с ней вообще произошло за 6 лет? Вот, смотрите. Ну, во-первых, есть трещина на байке. Вот она. Вот улет. Но она только по этой поверхности. С внутренней стороны ее нет. Здесь ничего нет. Да если бы даже было, то на работоспособность на Макиваре это не влияет абсолютно никак. В основании тоже, видите, у нее появились там трещины, оно разбухло. Кое-где появились тоже самые трещинки. Но ничего не случилось. Дело в том, что оно намокало, вода замерзала, потом опять растаивала, опять замерзала. В основном сам страдает это все весной. И вот поэтому она приобрела такой вот вид. Резина потрескалась. Почему? Потому что на солнце. Но если вы Макивару забираете домой, то есть выносите только на тренировки, занимаетесь, потом забираете домой, вид у нее сохранится всегда шикарный. Эта Макивара не была покрыта никаким совершенно покрытием. То есть первые Макивары не покрывались ничем. Сейчас, которые выпускаются, Макивары новые, они покрыты специальной водонепроницаемой не краской, а мастикой, которая, значит, сохраняет дерево, она восковидной такой консистенцией. Макивара сохраняется долго. И только вот два года назад я покрасил эту Макивару и стационарную, которая у меня стоит вообще немыслимое количество лет на улице, пинотексом. Вот это единственное, что было сделано. То есть это было сделано позапрошлым летом. Не прошлом, а позапрошлым летом это было сделано. Вот это все, что произошло. И она сохранилась. И сегодня я проведу тренировку на ней. Уж коль скоро со столба я ее снял, потому что, значит, оборвались вот эти ремни. Они просто выгорели на солнце. Ну и, разумеется, так как это, они из полимера делаются, да, то есть там какой-то лавсан, еще что-то. Все солнечный свет, то есть ультрафиолет, это дело разрушает. И в итоге вот они оборвались. И коль скоро они оборвались, я сегодня беру эту Макивару МБШ с собой на тренировку и проведу тренировку на ней. Заодно еще посмотрите, как выглядит одна из моих тренировок на улице. А вот теперь посмотрим, как выглядит Макивар. Макивара новая, самой последней серии. Вот, это совершенно нулевый макивар, с производства. Вообще, как говорится, на ней еще муха не себе. На ней нет еще наклеек никаких, ничего на ней нету. Вот. Муха печати. Абсолютно новенькая. Вот так она выглядит. Такого она богатого, красивого цвета. Это из-за мастики. Как раз она так и выглядит. Вот. Здесь уже есть серийный номер. Вот. Ну и нет еще наклеек. Так. Ну все. Я на уже другой конструкции. Сзади полозья есть. Вот на этой сзади полозья никаких нет. Здесь уже сзади полозья. Здесь сверху есть такая штучка для того, чтобы было крепить удобнее ремнями. В общем, на этой уже макиваре есть, как говорится, все. Она уже такая... Как говорится, имеет абсолютно законченный красивый вид. Ну вот. Что касается тактико-технических свойств, и той, и другой, они совершенно идентичны. Вот посмотрите, это макиваре уже. Фиг знает сколько лет. Берем ее, да? Кладем ее на землю. Так. Как она сзади? Вот. И точно так же, как обычно, проверяем. На ней полностью сохранена ее работоспособность. То есть, понимаете, все это дело сохранило все свои самые лучшие качества. Поэтому макивара не страдает ни от чего. Если вы ее будете беречь, ну, в смысле, как ухаживаете, в таком плане, что вы эксплуатируете ее, будете на улице охранить дома, и, тем более, будете тренироваться дома, возьмете платформу для нее, то с ней вообще ничего не произойдет. Она вот в таком виде, в таком виде, сохранится всегда. Вообще всю жизнь, что называется. Если эксплуатировать ее нещадно вообще, да, то вот она станет вот, как бы, такая. Но это никак не повлияет на ее тактико-технические качества. Вот смотрите, видите, у меня даже здесь она с серебрянкой покрыта. Это почему? Потому что, когда я красил столб, на котором она висит, я ее даже не снимал. Ну, смотрите, если я хочу вернуть ей еще какие-то суперкачества, ее достаточно просто зашкурить и все. И мастикой покрыть. Она станет такая, как эта. Если захочу, заменю баек. Баек легко меняется, отворачиваются два болта. Ставится новый баек, тем более сейчас выпущен еще и детский баек. Так что есть у кого старые макивары, кто работает на них, спокойно приобретайте новый баек, детский, если у вас есть и дети. И начинайте тренировать их на макиваре. Детский баек, он там упругости у меня намного выше, сопротивление меньше. Можно будет просто пахать. Ну вот, все, что я хотел сказать об этом. А теперь, смотрите, как выглядит дело дальше. Теперь берется вот такая сумка, специальная сумка для макивары МБШ, в которой я ее приношу для того, чтобы ходить на тренинг. Здесь сумка, здесь у нее карманы. В этом кармане там будут камеры лежать. В этом кармане у меня лежит на тренинг маска сейчас, потому что я буду заниматься леменей. И лежит комплект леменей, которые я буду к макивару крепить в дерево. Кстати, у кого есть вот такие старые лемни, которые там вот оборвались элементарно, да, просто заменяете сами ремни, ратчатые, с ними ничего не случится, я это все заменю и будет все наработать, как работало раньше. А макивар еще посылает мне фиговую дучу лет. Можете специально ради такого припинта, ради прикола, запишу на ней еще несколько видосов. Макивар должна иметь рабочий вид, как и кимоно. Хотеть нет, а может и рабочий вид иметь, и шикарный, красивый. А может иметь рабочий, как рабочий, как пояс у кимоно. У старого мастера потерт, и такой все любит о том, что она действительно работает. Ну и вот, это специальная супер макивара. Кстати, в нее залезают все макивары, все макивары. От самых первых, которые были, она самая маленькая по размеру. Эти залезают, не залезают макивары, которые были раньше, у которых есть выступы, и спереди, и сзади. Она готова. Макивара закреплена, и можно спокойно идти на тренировку. Ну что, погнали. Ну что, вот, собственно говоря, я на месте. Что такое место? Да любое место в парке. Каждый раз это будет новое. Главное, вот, дерево, любимое мое дерево, сосна. Ну, в данном случае это будет не сосна, а в данном случае это будет ель. Какая разница? Будем приступать. Сейчас закрепим макивару вперед. Сейчас закрепим макивару вперед. Макивару вперед. Пок Balance. Субтитры сделал DimaTorzok Это не полноценная тренировка, это часть, это фрагмент общей тренировки, в которой у меня еще сегодня очень много всего. И кроссфит, и бег, и ката, и бой с тенью, и работа на мешке. Все. А ежедневно, может быть, вообще иногда по 15-20 минут берется только, например, после хорошей разминки кистей с фристайл. Кстати, обязательно перед любым типом работы на макеваре нужно руки обязательно размять и после работы на макеваре обязательно сделать тоже заминку и не постесняться потратить на это время. У меня об этом есть отдельные специальные видео. Подписывайтесь на мои рассылки. Все, друзья. До встречи. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА